Веселых шуток ураган это шумный балаган. Международный фестиваль STEM и КВН собрал в Брянске 12 команд. О том, кто защищал честь родного города и куда на этот раз уехал Гран-при, узнала Олеся Голикова. На сцене Театра юного зрителя в 23 раз встретились лучшие команды участники КВН и STEM не только из Брянска и ряда российских городов, но и коллективы из Белоруссии и Молдавии. В зале Тюза собрались любители студенческого юмора, да и просто неравнодушные люди, которые с года в год съезжаются, чтобы услышать огромное количество шуток и погрузиться в море веселья. Вот эта необходимость, наверное, реализовать себя в рамках либо КВН-овского движения, либо STEM-овского предоставляется. Мало того, наверное, еще и объединение разных команд из разных городов, из разных университетов, учебных заведений тоже позволяет, наверное, расширить и рамки сотрудничества, где-то что-то новое узнать, обменяться опытом. То есть вот такие задачи, цели ставятся фестивалем, они успешно реализуются. В компании символы фестиваля Брянского Волка весну шумно встречали участники традиционного мероприятия, которые приехали балаганить из Воронежа, Орла, Гомеля, Смоленска, Террасполя, Рыбинска, Калуги и Ровно. Право открытия фестиваля и поднятия флага предоставили Галине Корниенко, которая поприветствовала команды на Брянской земле и пожелала всем удачи и успеха. В жюри заслуженные актеры и маститы режиссеры. Все юмористические миниатюры и короткие драматические постановки любого жанра попадают в формат фестиваля. Этот фестиваль давно стал традиционным. В программе этого года выступления опытных участников, таких как квартал 311 ЭПП. Здесь замечательная атмосфера, постоянно новые команды, постоянное развитие. Приезжают умные, талантливые ребята и это самый хороший круговорот общения. Мы собираемся раз в год и мы не успеваем накушаться друг другу. Поэтому только положительные эмоции, только положительные от нас так точно. Нам все нравится, все замечательно. И Брянску очередной огромный привет и респект от Гомеля, от Беларуси за столь чудесный фестиваль ленинского творчества «Шумный балаган плюс». В третий раз в фестивале участвуют юмористы из Гомеля, команда КВНПП. Несомненно, фавориты фестиваля. Эти невероятно позитивные и веселые ребята дважды уже завоевывали Гран-при фестивали и, конечно, были настроены на третью юбилейную награду. Не обошлось на фестивале без дебютантов. Появился интерес съездить, посмотреть, что это за фестиваль, что за сцена, город, зритель. И вот и приехали, что. Ну, группа поддержки большая с вами приехала? Ну, я думаю, что здесь мы ее нарастим, приобретем новую. Тема выступлений произвольная, и именно поэтому фестиваль носит имя «Шумный балаган». Сценки о странных знакомствах в древние времена с обязательным сопоставлением современной жизни и акцентами на актуальные темы вызывают вспышки, овации и задорный смех в зрительном зале. И, пожалуй, стаканчик воды. И пока одни шутят на сцене, за кулисами готовятся к выходу другие. Найти идеи для миниатюр – задача не из легких. Ведь каждое выступление должно оказаться лучше предыдущего. И с года в год уровень мастерства и выступления команд-участниц растет. Дебют в городе Брянске, я думаю, удался, да, на славу, я думаю, ну как, бескромность, конечно, да, супер выступил. Многие до сих пор трясутся. Всегда делаем перед выступлением, как мы собираемся, на самом деле очень сильно волнуемся, руки волнуются. Мы собираемся, как бы у нас команда, один коллектив, одна себя. Мы порвали зал. Мы порвали зал? Да, уже по факту. Мы сначала говорим одно, а по факту – другое. Мы порвали зал! Воронеж! Несмотря на то, что фестиваль проводится в 23-й раз, его участники ухитряются постоянно удивлять зрителя неожиданными творческими находками и искрометным юмором. Первое место досталось коллективу из Брянска «Квартал 311». Серебро у дебютантов фестиваля команды «Подвал» из Воронежа. Третьими стали «Ягмоматор» из Ярославля. А гран-при в третий раз отправился в Белоруссию гомельской команде ПП. Умеющие смеяться живут долго. Говорят, что одна минута смеха продлевает жизнь на целых 15 минут. Учитывая это, можно смело сделать вывод о том, что люди, которые побывали на фестивале «Шумный балаган», продлили свою жизнь как минимум на несколько долгих и счастливых дней. Вместе с ними смеялись и улыбались от души весь вечер. Олеся Голикова, Григорий Стебехов, телеканал РЕН-ТВ «Брянск». Спасибо за внимание!